всем привет и это ваши фан-арты которые вы мне рисовали спасибо вам за это большое и приступим к ролику надеюсь меня слышно хорошо потому что что-то у меня проблемы со звуком я не могу его уже которую неделю настроить но надеюсь вы меня услышите в этот раз в общем как вы уже наверное заметили на моем канале небольшие изменения а именно редизайн небольшой персонажа который на аватарке стоял и канала и в этом видео вы посмотрите подробный процесс того как это все создавалось и делалось и для начала я хочу создать персонажа из которого буду собственно чекать реперенсы и немножечко расскажу вам о ней этот персонаж ее зовут лоса она как бы появилась благодаря собственно моему никнейму который алюта лайсэм который состоит из моего имени и имени главной героини моих комиксов которые правда никто не читал и не видел ни разу но тем не менее над авианти они как бы есть я кстати в последнее время решила заняться это самое и да выкладывать те комиксы которые я еще в каком-то там две тысячи таком ну короче в каком-то там две тысячи боже две тысячи шестнадцатом или семнадцатом году где-то начала их рисовать вот если не ошибаюсь и вот я решила их как бы там отредактировать и в общем это да выкладывать в этот самый вышла третья глава кстати кто не видел может чекнуть я оставлю ссылку в описании на галерею с комиксами вот и собственно меня даже есть небольшой комикс о том как именно возник персонаж лоса вот он да изначально она была полностью желтая я решила как бы возобновить эту старую палитру но при этом с применением новой да у меня как бы изменялась аватарка изначально у лоса было два глаза не три как вы поняли но третий глаз появился благодаря алисе и ее чудесному стилю рисования своей оски так что у нее с одной стороны как бы по моему у нее то ли слева то ли с правого бока короче но у нее оскать демониться у которой как бы одна половина лица это как бы человеческая вторая демонская и она как бы с кучей глаз в общем мне эта идея понравилась я решила применить ее к себе а потом вот как-то вот так вот только тут в новой версии я решила по референсом смотрела решила как бы чуть-чуть все-таки слить эти два глаза как бы в такой один но это все равно три глаза и да я тут перепробовала кучу палитр даже классическую пробовала вот после того как я перепробовала все палитры я остановилась на одной на которой уже к сожалению так сильно не видно таких переходов в цвете тона кожи у персонажа я сначала немного хотела поправить потом подумала что именно так оно и классно но тем не менее сейчас я думаю что слишком уж не явный переход но все равно как бы мне нравится и это самое главное и вот мы наконец-то дошли до той части когда я уже решила делать модуль щит персонажа те кто не знает что такое модуль щит это когда ты рисуешь персонажа со всех сторон для того чтобы тебе его было удобнее рисовать в дальнейшем так вот на этом этапе поскольку я еще рисовал это на старом компьютере он часто перегревался мне приходилось делать ну сколько по 20 минут получается рисовать потом он нагревался и мне приходилось ждать когда он остынет это было жутко неудобно и у меня процесс рисования который занимал обычно ну где-то час может полтора часа затянулся вообще на весь день это было жутко неудобно и под конец вот это вот когда я начала делать собственно модуль щит где персонаж во все стороны развернут у меня ну типа компьютер перегрелся и погас и мне пришлось все переделывать причем видео удалось восстановить мне пришлось брать скриншот из видео восстановленного вставлять его как бы в этот и это и по картинке просто шакального качества пытаться воссоздать то что я там нарисовала но тем не менее думаю у меня более менее получилось это сделать на видео очень долго и я не знаю как бы особо о чем еще поговорить ну короче я еще сделала помимо модуль щита там возможно дальше будет эмоушен щит или как он там называется в общем лист эмоций его тоже как бы надо делать чтобы понимаете у всех персонажей архетипы и характеры они как бы разные то есть они показывают свои эмоции могут тоже по разному показать в общем тут я тоже рисовала ее с разными эмоциями а потом дальше там увидите это чтобы такое еще сказать я еще хотела нарисовать лоссу в разных нарядах в соответствии с ее историей которую я вам наверное тоже сейчас поведаю именно историю персонажа потому что как бы персонаж со временем стал не просто как бы слиянием двух персонажей а приобрел некую самобытность о которой я как бы вам тоже поведаю я хотела нарисовать как бы костюмы чтобы показать развитие персонажа но остановилась только на первом этапе ну в смысле показать ее в самом изначальном ее виде ну и как бы все потому что у меня просто не хватило идеи на то какие костюмы она должна носить но может быть в дальнейшем я когда-нибудь сделаю шортс о том как я нарисую ей ну типа ее костюмы а история у нее такая ну изначально она была вообще такая что лосса это демиург который создал вселенную в которой живут мои персонажи я не говорю за все вселенные она не такая мэри сью она просто как бы создала мир в котором живут персонажи от которых я говорила там ну до этого может быть вы там смотрели мои видео и даже я по моему в одном из видео случайно назвала лейс м которая лейс случайно лосой видео где перерисовываю одного из персонажей комиксов и так в изначальном варианте это был персонаж который создал мир вселенную но не мог создать долгое время жизнь ну и как ни пытался не получалось и когда у нее получилось она создала первое в мире живое существо она наделила его получается волшебной силой создавать других живых существ и в общем это существо оживила всю ее вселенную и дало начало жизни всем организмам и всему живому а потом дальнейшем все живое разозлилось на то что она как бы смертно а вот то существо самое первое она бессмертно и общем там закрутилась драматургия но я решил чуть-чуть переделать эту историю и написать что типа а может быть лосса там была изначально дочкой космической рыси которую зовут мать вселенная ну я не знаю у меня плохой креативные имена и вообще на название поэтому вот так вот и чувака по имени тессеракт в общем он ее папа то есть она наполовину как бы трехмерная наполовину трехмерная вот и у нее на самом деле не три глаза а четыре причем фиолетовые глаза они как бы нужны для того чтобы видеть все в трехмерном и ощущать короче вот эти мелкие тонкие вибрации мира и все такое причем вот этот глаз фиолетовый который у нее виден который она показывает с черным зрачком который он у нее ну такой как бы она им хуже видит чем тем который вот этот но она его редко высовывает и показывает у нее есть такая способность что она может высовывать и засовывать и глаза то есть в принципе она может делать так чтобы не было и два глаза вот в общем она появилась на свет и какое-то время она жила в волосах своей матери и долгое время как бы там расчесывала вычесывала и в какой-то момент она в общем решила собрать то что вычесала волосы матери и создать из них вселенную где изначально был только мир снов и не было ничего но потом как бы она создала двух хранителей этого мира потому что по моей задумке демиурги они когда создают мир они задают какие-то правила этому миру после чего назначают хранителя и уходят собственно создавать другие миры и в общем она назначила двух хранителей для своего мира это были как раз таки бог смерти и богиня смерти о которых я говорила в видео про кроликов когда я пыталась перерисовывать в своем стиле акварельном вот в общем и они эти кролики изначально как бы любили друг друга даже у них появились детишки по имени заза и зузу но потом что-то случилось и они в общем решили разделить этот мир на мир живых которым правил собственно большой красный кролик акуна сима которого зовут и мир мертвых которым правило уже как и эрма по моему даю эрма зовут мира мертвых правила а то что посередине они ну так и оставили миром снов потому что как бы мир по сути они не совсем разделили а просто как бы растянули его и то что между мирами стала миром снов лоса это все увидела и решила что надо придумать еще и хранители для мира снов и в общем там тоже как бы такая перипетия пылаз миром снов типа кто должен стать хранителем в общем там на долгие века затянулся этот конфликт и таким образом появился мир кошмаров мир хороших снов ну там в общем долго рассказывать а мы тем временем уже перешли к тому что рисуем заставку да я такая ленивая жопа я решила что те же элементы которые я использовала для того чтобы сделать поворот да я их тоже делала символами повороты на поворот персонажа чтобы не отрисовывать его всего полностью вот такая вот настолько и ленивая жопа что используя его опять и только убираю контур и вот так я рисую даже не рисую а делаю автоматически поставляю ключи при помощи возможностей флэш почему бы и нет но не флэша adobe animate ну я просто привыкла его называть флэш и так на чем мы там остановились на мире снов потом голос она видела мир и других существ и точнее других демиургов и другие демиурги в общем в основном создавали мир и для того чтобы другие существа в них страдали иногда они засовывали так каких-то своих недругов других демиургов и они там в общем мучились и и лоса решила создать мир в котором как бы умершие уже пожившие свою жизнь могли бы быть счастливыми и получали то что они не могли получить при жизни и в общем проживали вот эту радостную счастливую жизнь чтобы опять вернуться ну в страдания и потом опять к ней ну в общем типа колесо сансары миниатюре и у нее появился как раз таки партнер в этот момент партнера я не рисовала но он состоит из рук как бы у него голова это по сути ладонь что-то там четыре или шесть рук которые руки ноги тоже как бы которые заканчиваются ногами хвост который заканчивается кистью рук короче как будто индийское божество его зовут маноло потому что мано на испанском это рука мануэли мано на испанском в общем это рука поэтому вот как бы зовут маноло и в общем она решила создать мир и в этом мире они в общем создали себе малыша самого первого но поскольку лоса тогда было еще ну немножечко придурковатая и немножечко ребенком неопытным в общем первое свое творение в общем она его уронила и посчитала его ну типа не жильцом и короче создала уронила и забила подумала что он умер а он оказывается не умер него взяла под свое крыло как раз таки эрма и вырастила после чего тот вернулся и отомстил своей матери отрезав ей крылья и волосы еще и хвост из которых потом сделал себе резал и отобрал у нее мир начал править ее миром при помощи этого жезла и установил там свои правила в общем а лоса ушла и создала себе еще один мир такое маленькое карманное измерение в котором она бы хранила всякий хлам она кстати может питаться ну не совсем едой она питается бы вибрациями мира и все что издает интересные вибрации для нее как для сороки блестящая вещь она это собирает и там у нее в общем в этой полной темноте потому что в мире который она создала нет света там полная темнота там существуют только вот эти вибрации из предметов которые она насобирала в разных мирах такой как бы себе мир хлама создала а пока я трендела я уже решила перейти чуть-чуть доработать интро свое в афтер эффект ей наконец-то я могу зайти в афтер эффект и что-то редактировать я редактировала как смогла если честно я уже подзабыла как пользоваться афтер эффектом поэтому вот и получилось слегка коряво я там смотрела по туториалам как это делать поэтому видео вышло чуть-чуть короткое может быть и туда я добавляла еще звуковые эффекты их может быть не слышно но они там есть как бы на видео чтобы видео стыковалась я сохранила отдельно фон и отдельно на прозрачном фоне значит секвенцию сохранила после чего как бы вставила секвенцию и вот так вот оно получилось вот как выглядит без обработки интера а вот как с обработкой заметьте разницу как говорится так ну что ж едем дальше так ну продолжим кстати еще интересный факт про лосу лоса и ее мама они родом с алибриксии то есть они изначально говорят как бы на испанском вот поэтому если она вас встретит в каком-то из миров она какое-то время будет сами разговаривать на своем родном испанском языке до тех пор пока вы не что-то не скажете на своем родном языке тогда она перейдет уже на ваш язык причем на любой даже на язык жестов и если вы все-таки испаноговорящий заговорить с ней на испанском она очень сильно удивиться потому что скажет что говорила какой-то бред надежде что ты наконец-то проявишь себя и заговоришь с ней и в отличие от других демиургов она не смотрит на нас людей вообще в принципе на разумных существ как на каких-то букашек как другие демиурги потому что она во первых она самая маленькая из всех демиургов демиурги они обычно большие колоссальные некоторые занимают размером по нескольку галактик но она самая маленькая до этого этот титул принадлежал ее матери потом он перешел к ней она чуть выше средне статистического человека по своему росту чтобы понимали и однажды она даже вот после того как ее искалечил ее собственный сын она стала восстанавливаться в молочной реке ну и собственно восстановила свои крылья просто теперь она их не показывает и свой третий глаз как бы тоже потому что боится что вдруг его точнее четвертый глаз потому что боится что вдруг нее опять также ранят и в общем она нашла себе учеников которые ну почти что удачно и успешно обучились ее мастерству создавать мир и потом когда она увидела это и поняла что демиургом может стать практически каждый она перестала как бы обращаться с другими существами как с челядью хотя до этого она ну была как все другие демиурги а ее учениками в общем были это тиндж собственно она была самой лучшей и самой такой наверное усердной ученицей и это была зу-зу она не была особо усердной поэтому смогла создать только планету в своем же мире но при этом она была очень близка по духу к лоссе между этими двумя событиями когда лосса начала путешествовать по мирам и ну и когда у нее отобрал все ее сын происходили это такие события что она еще одного малыша родила этот малыш он был как бы андрогином то есть одновременно и и мальчиком и девочкой в общем и у них так случилось что получается он тоже оказался демиургом ну потому что родители тоже были демиурги очевидно и он хотел создать свой мир и у него как бы это получалось плохо и какой-то момент его отец решил ему помочь и так увлекся что в общем решил что этот мир его хотя этот мир принадлежал его сыну у них завязалась драка и в общем маноло это муж как вы помните он разорвал сына на две части из которых произошло потом два народа они сначала хотели соединиться но у них соединяться не получалось не разозлились из-за этого и начали воевать и но и со временем в общем рождание прекратилось просто они забыли почему они враждуют но они враждуют уже так веками а отец ну лоса и муж сказал типа мол посмотришь что-то натворил это ж твой родной сын типа она нам все осознала после того как с ней так поступил другой сын который и в общем это вызвало у маноло тоску он приказал короче лосе заковать его в цепи чтобы он не мог избежать с этого мира пока он все не исправит лоса так и сделала из тех пор они как бы живут мире своего сына пока сын снова не восстановится и не восстанет до тех пор лоса его как бы удерживает в кандалах тот страдает но он сам выбрал себе такую судьбу как бы ну вот лоса и маноло это просто родители года одного сына они тупо потеряли ну типа уронили и потеряли здорово просто папа разорвал на клочки я что встретит там у них еще третий сын и это из чего он сделан лучше вообще не знать да было у отца три сына старший вовсе был дубинок средний сын ну так пойдет ну а ваш был урод ну типа такого да вам наверное интересно какой мне ноутбук купили вы думали что это будет леново или asus но в итоге остановились на ассер это не asus это ассер какой-то я даже не знала что такой ноутбук существует в общем это самое мы в общем его купили точную модель не знаю написано ас пи аспире 5 вроде как то так написано так вот поскольку у меня на покупку ноутбука ушли все мои денюшки я теперь испытываю некоторые финансовые проблемы я вот в общем решила открыть у себя спонсорство на ю тубе и сейчас как бы мы рисуем иконки для этого спонсорства и я решила начать со звездочек потому что это самое простое это как бы то как будут помечены спонсоры на этом чуть-чуть не угадала там надо было не 8 иконок а 9 поэтому у нас самая последняя самая высшая и крайняя стадия у нас будет немножечко отличаться от в розово-фиолетовой палитры других донатеров она будет прям золотая но я ее уже тут не рисовала я ее за кадром нарисовала и четыре эмоции которые типа нужно было создать еще свои собственные смайлики и я создала четыре самых популярных которые вы шлете а именно смайлик с восхищением типа потом смайлик вы поняли такой мертвый смайлик после чего там смайлик который поцелуйчик причем как я помню первый блинком он получился поэтому я начала со смайлика поцелуйчика и дальше вот решила делать как бы это самое ну и последний смайл и так плюющий он у меня кстати тоже не получился изначально там было не разобрать что делает персонаж поэтому я просто перерисовала смайлик но поставила туда персонажа своего и я еще хотела создать свой аккаунт на пойми кофе и поэтому начала как бы рисовать еще и для него вот именно вот эти вот артики которые должны быть над донатными вот этими вот штуками я не знаю как это объяснить над донатными штуками но как выяснилось они там поменяли правила теперь там зарегистрироваться не так-то и просто и даже то что у вас там может быть аккаунт на пайонир вам тоже не поможет нужно иметь типа заграничную карту я не знаю с чем это связано но в общем они как-то поменяли правила и мне не удалось зарегистрироваться ну да ничего страшного ведь у меня спонсорство есть кстати если хотите поддержать меня денежкой можете оставить разовый донатик пожалуйста потому что ну реально у меня как бы денежек больше как бы не осталось все ушло на покупку ноутбука вот кому же там будет интересно я буду скорее всего делать ранний доступ к видео к своим вот именно в тот день когда их смонтировала и выложила как-то вы их и будете видеть а ну типа те кто без доната будет видеть их ну типа как вот такими вот как стивен бомбами раз в неделю я еще решила раз гулять так гулять решила полностью отредизайнить еще перерисовала свою оску ну именно ой оску аватарку свою перерисовал и в этот раз мне понравилась идея вот этой вот аватарки которую я хотела изначально как бы поставить но потом передумала и в общем я решила ее перерисовать но уже под три дизайне нового персонажа и сделать это в крития хотя обычно я это делаю в сайте но вот раз попробовала в критии у меня представьте себе получилось хотя я думаю до этого что не получится с трудности возникли только с обводкой мне пришлось там немножечко запариться и ну насчет обводки и фона просто она почему-то не видела обводку белую особенно на фоне и мне пришлось в общем там чуть-чуть под шаманить и фон потом уже добавить в отредактированном виде и второе это я сделала шапку новую для канала я вдохновлялась оригинальными концепт-артами по питеру пену это можно видеть просто хотела создать такую вот как бы волшебную легкую иллюстрацию не знаю сколько хорошо у меня получилось у меня изначально там были проблемы с тенью на персонажа но потом я посмотрела видео опять я нашла то самое видео где чувак объяснял как делать красивую реалистичную тень и он объяснил что должен быть средний тон там где тень и свет соприкасаются тогда она будет как бы ложится мягче и плавнее и главное сделать это этот переход между этим если свет у вас как бы светлый смысле теплыми тонами то нужно как бы добавить немножко теплых тонов вот в этот промежуток между тенью и светом чтобы создать такую как бы мягкую теплую тень в общем я нарисовала вдохновляясь не знаю насколько хорошо у меня получилось в стиль попасть но в общем вот так вот теперь у меня вот такая вот и кстати тут я не добавляла уже название канала обычно у меня на всех этих на всех шапках было название канала но тут она тупо не влезла но я думаю что многие не заходят на сам канал чтобы посмотреть видео и поэтому мало кто увидит скорее всего что у меня появилась новая собственно шапка на канале но что вы точно заметите так это то что у меня появился новый логотип до это перерисовка причем изначально этого за кадром викторизировала вот эту вот сгенеренную нами в нейро сети черную дыру и потом решила уже вот этот вот обведенный вариант перерисовать но с главными цветами канала которыми стал розовый фиолетовый голубой но собственно не очень понравилось какие сделала стикеры для ну этих для донатов для пойми кофе и в общем я решила что не пропадать добру пускай тут тоже будет такая же цветовая палитра вот и получилось вот так я могла бы просто как бы поменять цветовое фотошопе вот у этой но она получалась некрасиво поэтому я перерисовала полностью и да собственно опять в крите все здесь сделано в крите и не потому что я со и не люблю я просто пытаюсь от них как бы немножечко отвыкнуть потому что у меня с каждым перезапуском винды такая беда что у меня рисунки потом не открываются которые я делала в со и мне приходится искать именно ту версию со и которая была и меня это уже так достало что я решила пускай будет крита потому что крита хотя бы не такая требовательная она может открыть любой файл как мне кажется но если он формате криты вот поэтому я потихоньку перехожу к криту в общем то после этого я решила сделать еще одну вещь а именно сделать тот составку с подпиской колокольчиком она такая быстренькая простенькая и меня на нее вдохновило и даже звуковые эффекты оттуда натырила конечно же заставка my sin или как там называется но в общем того мультика барби и подружки в голливуде там заставка такая с интересными звуками она меня общем на это вдохновило и вот снова так вот выглядит это мини анимашка теперь вы знаете что надо делать и последняя анимация это анимация аутро я решила что у меня на прошлом аутро была такая проблема что не было видно другие мои соц сети сейчас мы это исправим и сделаем небольшое обрамление снизу чтобы было видно и я решила что в этот раз это будет не просто какая-то падающая полосочка а что это будет как бы такой туман и я его кстати анимировала покадрово стройде хэдом но потому что как бы эффекты трудно рисовать ну по позам как бы они получаются неестественными ну и изначально мне не особо понравилось как она получилась но потом как-то глаз замылился я уже привыкла не знаю и конечно же я ставлю здесь две иконы для подписки и для следующего видео которое надо посмотреть вам и собственно кнопочка подписаться из которой будут бывали вот другие кнопки типа ссылки на другие мои соц сети и и поскольку меня нету пойми кофе я решила вставить туда linkedin я не знаю так что если вам как бы нужно какая-то разовая помощь типа нарисовать превьюшку там оформление для канала как-то придумать то можете написать на linkedin я думаю вы меня найдете в телеграме же вы меня кто нашли я думаю на linkedin вы меня тоже найдете так что если вам надо ищите хотя обычно наверное никто не дает ссылку на linkedin но меня будет я буду первая вот и кому надо вот и собственно как выглядит анимация а выглядит она вот так и да да это типа конец видео уже и сейчас мы будем смотреть на картинки которые у меня получились по итогу собственно концепт-арты которые преследовали вас все это видео они все здесь всем пока а и 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